МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коллеги, мы продолжаем с вами работать в блоке заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. И так получается по программе, что мой доклад как бы находится посередине этого блока докладов, и поэтому он будет таким промежуточным и, наверное, подведет уже предварительные итоги, как же все-таки эффективно лечить кислотозависимые заболевания, что определяет эту эффективность проводимой терапии. Итак, коллеги, мы с вами прекрасно знаем, что у нас существуют следующие нозологические структуры, которые относятся к кислотозависимым заболеваниям. Сегодня о ней будут много говорить, рассказывать, делиться опытом и освещать клинические рекомендации. Перед вами представлены эти нозологические структуры. Разрешите, не буду останавливаться. Пойдем дальше. Почему так много говорят о кислотозависимых заболеваниях на каждой конференциях, научно-практических вебинарах и так далее? Ну, потому что, во-первых, много таких пациентов, которые обращаются по поводу жалоб в связи с тем или иным кислотозависимым заболеванием. Ну и второе, это тот факт, что кислотозависимые заболевания являются факторами риска онкологических заболеваний. В частности, мы знаем, что рефлюксная болезнь, язвенная болезнь желудка могут привести при отсутствии каких-либо эффективных вмешательств со стороны врача и несоблюдении рекомендаций пациентами к развитию онкологических заболеваний. И мы прекрасно знаем, что распространенность этих онкологических состояний, как аденокарцинома пищевода, аденокарцинома желудка, достаточно высока в российской популяции пациентов. Кроме того, мы все сегодня с вами проживаем COVID-19 эпоху, и мы понимаем, что это не может не наслаивать определенные сложности в ведении наших пациентов. И в частности, в связи с этим увеличением частоты гастроэнтерологических симптомов, которые обусловлены как поражением органов пищеварения самим вирусом COVID-19, так и проводимой специфической терапией. Поэтому мы ожидаем, конечно, увеличение количества пациентов с различными проявлениями кислотозависимых заболеваний. Итак, что же обуславливает эффективность антисекреторной терапии? Здесь, конечно, мы должны учитывать мнение двух сторон. Мнение врача, который прилагает максимум усилий для того, чтобы повысить эффективность антисекреторной терапии с учетом современных научных данных и клинических рекомендаций. Ну и, конечно, это мнение пациента. Мы прекрасно понимаем, что если нет доверительных отношений между врачом и пациентом, если пациент не соблюдает рекомендации врача по тем или иным причинам, ну, например, много или часто надо принимать лекарственный препарат, долго надо принимать лекарственный препарат, препарат дорогой и так далее, то пациент может не соблюдать эти рекомендации, и, соответственно, мы не получим ту самую ожидаемую эффективность антисекреторной терапии. Но давайте посмотрим все-таки медицинскую сторону этого вопроса. Сегодня о ней частично говорили, и это облегчает значительно мою задачу. Конечно, мы понимаем, что на эффективность антисекреторной терапии будет влиять характер и флюктат, об этом сегодня говорил Рафик Галимзианович. Безусловно, наличие сопутствующих состояний, таких как грыжа, пищеводные отверстия диафрагмы, ожирение, прием вынужденный, каких-то лекарственных препаратов, это, безусловно, работа самого ингибитора протона и помпы, и возможное достижение или недостижение целевых значений PH для того или иного кислотозависимого заболевания. Тип метаболизма лекарственного препарата у пациента. Конечно, безопасность терапии далеко немаловажные значения играют. И, конечно же, соблюдение существующих современных клинических рекомендаций врачами в их работе – это тоже немаловажная составляющая эффективности антисекреторной терапии. Итак, на сегодняшний день мы знаем, что существуют так называемые предполагаемые идеальные уровни целевых значений PH в желудке, при достижении которых мы можем добиться существенного контроля над симптомами заболевания. Мы видим, что у каждого кислотозависимого заболевания необходимый уровень целевой PH немного отличается. Но в целом, если подвести итоги, то целевые значения PH должны все-таки достигать более трех, более четырех, для того, чтобы мы добились контроля над симптомами заболевания. С другой стороны, мы можем спрогнозировать эффективность антисекреторной терапии на основании тщательного изучения клиники анамнеза, сопутствующих заболеваний у наших пациентов. Вот сегодня, например, говорили, что характер рефлюктата безусловно будет иметь значение для данной категории пациентов. И вот мы видим, что вероятность ответа на терапию ингибиторами протона-помпы в том случае, если это, например, изолированный желчный рефлюкс, допустим, это гастроэктомия, состояние, когда у пациентов может быть изолированный желчный рефлюкс, будет низкое. Также не очень высокая вероятность ответа на терапию ингибиторами протона-помпы будет в случае смешанного рефлюкса. Безусловно, наличие у пациента ожирением, перекреста с функциональными заболеваниями, состояние после удаления желчного пузыря. Все это также будет влиять на эффективность антисекреторной терапии, обуславливая недостаточную эффективность монотерапии ингибиторами протона-помпы. И об этом мы, конечно, помним и стараемся это учитывать в нашей клинической практике. Сегодня в первом докладе профессора и нашего ректора Сычева говорилось о том, что огромное значение в современной персонифицированной медицине имеет генетический полимерфизм наших пациентов. И мы об этом знаем, что межиндивидуальные существуют различия, межэтнические существуют различия в генетическом полимерфизме субъединиц цитохрома-2С19. И вот перед вами мы видим, что существует различная частота встречаемости генотипов в разных популяциях. И мы видим, что, например, европейская популяция пациентов, согласно исследованиям, является, например, быстрыми метаболизаторами. Но в то же время мне, например, как человеку, который работает в Татарстане и там, где проживает национальность именно татар, тоже интересным был тот факт, что и среди татар встречается генетип-2С19, вот вариабельность его составляет она 21%. Сегодня в первом докладе прозвучала очень интересная, на мой взгляд, клиническая мысль о том, что если пациент является нормальным метаболизатором, то эффективность эрадикационной терапии, как сказал профессор Сычев, у него меньше, чем у медленных метаболизаторов. Вот вы представьте, а здесь речь идет о том, что очень много пациентов с кислотозависимыми заболеваниями являются быстрыми метаболизаторами. Значит, мы ожидаем еще более низкую эффективность проводимой антисекреторной терапии. На сегодняшний день ингибиторы протона-помпы являются золотым стандартом терапии практически всех кислотозависимых заболеваний. На сегодняшний день все кислотозависимые заболевания являются показаниями для применения ингибиторов протона-помпы. И мне хотелось бы во второй части своего доклада перейти к краткому совершенно обзору существующих клинических рекомендаций, поскольку после моего доклада будут подробные доклады, где будут освещены подробно эти все проблемы. Итак, начнем с гастрософагиальной рефлюксной болезни. Последние клинические рекомендации у нас от 2020 года. Здесь мне хочется сделать акцент на длительности терапии ингибиторами протона-помпы. Посмотрите, неэрозивная форма рефлюксной болезни, так же как и эрозивная форма ГРА стадии лечится 4 недели. Эрозивная форма БД по Лос-Анджелесской классификации на сегодняшний день базовая терапия осуществляется в режиме 8 недель. А далее важно понимать, что эти пациенты не должны заканчивать свое лечение только базовой терапией. В дальнейшем должна идти поддерживающая терапия, которая проводится, вы видите, ингибиторами протона-помпы в полной дозе как минимум в течение 16-24 недель. Об этом надо проговаривать со своими пациентами, объяснять важность этой поддерживающей терапии, поскольку мы с вами знаем, что после того, как пациент прекращает прием базовой терапии 4 или 8 недель, симптомы рефлюксной болезни, как правило, возвращаются. Тот факт, что ингибиторы протона-помпы демонстрируют высокую эффективность в лечении рефлюксной болезни при соблюдении адекватных дозировок, при приверженности пациента к лечению, в том числе говорят и эти клинические рекомендации. Посмотрите, я здесь отдельно выделила, какие дозировки ингибиторов протона-помпы должны применяться в лечении пациентов с гастрозападиальной рефлюксной болезнью. Кроме того, мы знаем, что рефлюксная болезнь может давать осложненное течение. В частности, много уделяется вопросам пищевода Баррата. На сегодняшний день также метанализ говорит нам о том, что терапия ингибиторами протона-помпы снижает риск развития неопластических изменений у пациентов с пищеводом Баррата. Поэтому мы, конечно, должны помнить, что какое бы лечение по пищеводу Баррата не было выполнено вашему пациенту, терапевтическое или хирургическое, в дальнейшем такие пациенты должны находиться на постоянной поддерживающей терапии ингибиторами протона-помпы. Если мы посмотрим на кислото-зависимые заболевания, так называемые НПВП, индуцированные поражением, то здесь также метанализ говорит нам о том, что ингибиторы протона-помпы, безусловно, показывают хорошую эффективность введения данной категории пациентов. И назначение таким пациентам, принимающим аспирин, либо НПВП, либо антиагреганты, ингибиторов протона-помпы, значительно позволит снижать нам риски развития язвенных поражений желудка, 12-перстных кишки и таких грозных осложнений, как кровотечение желудочно-кишечного тракта. Говоря о рекомендациях по язвенной болезни у взрослых, они были пересмотрены в 2020 году, вы видите, и здесь говорится о том, что пациентам с обострением язвенной болезни с целью достижения заживления язвенного дефекта рекомендуется проведение также антисекреторной терапии ингибиторами протона-помпы в течение 4-6 недель. Безусловно, когда мы имеем дело с таким пациентом, мы должны достаточно выяснить этиологию язвенной болезни и в случае хеликобактерной этиологии проводить грамотно эрадикационную терапию, о которой будет следующий доклад. Обязательно в схему эрадикационной терапии мы включаем ингибиторы протона-помпы. И здесь вы видите, что, например, в случае Раби-прозола это будет 20 мг 2 раза в сутки, в случае, например, Панта-прозола это 40 мг 2 раза в сутки. И это нужно учитывать, что мы не можем пациентам с кислотозависимыми заболеваниями, используя различные ингибиторы протона-помпы, шаблонно всем назначать по 20 мг 2 раза в день. Все-таки дозировки здесь согласно рекомендациям. Проведение эрадикационной терапии – это очень важный аспект ведения пациентов с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и 12-перстной кишки, поскольку мы все с вами понимаем, что проведение эрадикационной терапии – это не только канцеропревенция, но это и механизм, который приводит к снижению частоты рецидивов язвенной болезни в течение года по разным данным – 70% до 4-5%. И, конечно, проведение эрадикационной терапии позволяет нам снижать риски развития рецидивов ранних язвенных кровотечений. На сегодняшний день мы не должны забывать, что помимо использования ингибиторов протона-помпы в таблетированной форме, у нас в арсенале имеются ингибиторы протона-помпы для внутривенного введения. И вот на этом слайде я хотела бы показать вам показания для парентерального введения ингибиторов протона-помпы. Мы видим, что показаниями могут быть выраженный болевой синдром, продолжающиеся кровотечения или угроза рецидива кровотечения и в том случае, если пациент не может перорально использовать ингибиторы протона-помпы по тем или иным причинам. На сегодняшний день на нашем рынке есть препарат Рабипрозола, препарат Рабилок, который благодаря специальной технологии изготовления Дуалтех позволяет нам приводить к равномерному высвобождению действующего вещества в течение 24 часов. Высвобождение действующего вещества уже начинается в тонком кишечнике, пролонгируется до 24 часов, что позволяет эффективно поддерживать целевые значения PH, о которых мы с вами говорили. Показаниям к применению данного препарата, вы видите, это не только ГЭРБ, это не только эрозивно-язвенные повреждения, но отдельно прописано показаниям эрадикационная терапия. И даже вы видите, что это могут быть хронические панкреатиты в стадии обострения. Что хотелось бы клинически отметить. В Казани имеется большой опыт по использованию данного препарата в многопрофильном центре экстренной и неотложной медицины, где у нас располагается городское отделение гастроэнтерологии. И нужно сказать, что препарат симпатизирует тем, что имеется возможность преемственности лечения. Допустим, к нам поступают часто приемные диагностические отделения пациента с угрозой кровотечения, состоявшимся или продолжающимся кровотечением. И в этом случае мы, конечно, используем форму для внутривенного введения. Нужно сказать, что это единственный рабиопрозон на сегодняшний день, который имеет такую форму введения. С последующей преемственностью терапии, например, при необходимости проведения эрадикационной терапии, мы переходим на таблетированную форму данного препарата. Что важно отметить, для нас это имеет большое значение в аспекте доказательной медицины, в частности, что у компании-производителя есть заключение о биоэквивалентности оригинальному рабиопрозолу париету в дозе 20 мг. Конечно, это имеет большое значение о том, что исследования проводились и показана была биоэквивалентность. Но мы знаем, что в клинических рекомендациях кислотозависимых заболеваний в последние годы широко обсуждается использование рабиопрозола или эзомипрозола ввиду особых фармакокинетических преимуществ этих ингибиторов протонов-помпы. Не буду на них останавливаться, об этом всегда много говорится. Тем самым мы понимаем, что, например, рабиопрозол способен обеспечивать наиболее оптимальный паз желудка в течение суток, именно те целевые значения, о которых мы говорили, что позволит эффективно проводить антисекреторную терапию, а пациенту почувствовать достаточно быстро клинический эффект, что, конечно, повысит приверженность пациента к лечению. На сегодняшний день, согласно исследованиям, рабиопрозол на 23% более эффективнее амепрозола по способности снижать интенсивность и частоту дневной и ночной боли, что, конечно, очень важно как для клинициста, так и для пациента в плане приверженности к лечению. Мы также знаем, что рабиопрозол, в частности, рабиопрозол, способен обеспечивать минимальную вариабельность концентрации среди пациентов с различным типом метаболизма. И, собственно, по этой причине мы достаточно широко используем рабиопрозол в лечении пациентов с тислоцезависимыми заболеваниями. Я уже сказала, что у данной формы молекулы имеется форма для внутривенного введения, что позволит нам также эффективно справляться с пациентами, которые поступают к нам в виде осложнений в виде желудочно-кишечного кровотечения. На сегодняшний день, согласно существующим клиническим рекомендациям, мы обязаны таким пациентам в случае угрозы или начавшегося, или продолжающегося кровотечения назначать ингибиторы протона-помпы внутривенно-болюсно с последующим переходом на таблетированные формы препарата. Повторюсь, мы работали с данным препаратом в нашем Центре экстренной медицины, остались хорошие положительные впечатления. Я хочу продемонстрировать одно из исследований, проведенное в хирургическом стационаре, где поступали пациенты после кровотечения, им проводился эндоскопический гемостаз с последующим введением препарата Робилок внутривенно-болюсно с последующим переходом на таблетированный прием. И, в общем-то, согласно этому исследованию, в этой группе пациентов не наблюдалось летальности в текущей госпитализации по поводу кровотечения, не наблюдались рецидивы кровотечения. И еще раз повторюсь, что в нашей клинической практике очень важно, когда одна и та же молекула имеет различные формы введения для того, чтобы проводить преемственность терапии, в частности, у этой категории пациентов. Спасибо за внимание. Я готова ответить на вопросы, если они есть. Спасибо большое, Зарина Мунировна. Но в настоящее время, насколько я понимаю, вопрос еще не поступило. А я бы хотел, конечно, получить ваши комментарии. Ну, вот вы упоминали, что при проведении радиационной терапии крайне важно достигать высоких значений ПАЖ, и в этой связи, конечно, применение равипрозола и эзамепрозола имеет преимущество. А вот вы могли бы для нашей аудитории сказать, а вот для чего мы, собственно, повышаем ПАЖ-то? Антибиотики, наверное, и так работают в отношении геликобактера. Ну, Дмитрий Станиславович, как вы всегда подчеркиваете, когда мы все-таки достигаем целевых значений ПАЖ, у нас с вами повышается стабильность антибиотиков, в частности, например, в желудочном секрете или в соке, как правильно сказать. Это вот важный момент. Потом у нас все-таки есть так называемые, например, правила БЭЛа, когда мы говорим о том, что при достижении целевых значений ПАЖ быстрее происходит заживление эрозивно-язвенных дефектов, в частности, если это касается рефлюксной болезни. Ну и сам факт, что все-таки мы всегда обсуждаем, что если ингибитор протона-помпы работает эффективно и он способен дать нам эти целевые значения ПАЖ, то это клинически также ощущается самим пациентом. Как правило, на третье, самые крайние, на пятые сутки пациенты, связанные болезнью, отмечают уменьшение болевого симптома. И вот в том случае, если, как я говорю, через 3-5 дней пациенту не становится легче клинически, то здесь, возможно, надо задуматься о том, что, возможно, неправильная дозировка, возможно, у пациента имеется вот этот самый особый тип метаболизма. И в этом случае, если, например, лечение было начато не с РАБИ и не с ЭЗОМИПРОЗОЛ, а, например, СОМИПРОЗОЛа, и на пятые сутки сохраняется болевой симптом, наверное, есть смысл переводить пациента на РАБИ или ЭЗОМИПРОЗОЛ. Именно вот по этим причинам. Да, но это касается, я с вами абсолютно согласен, это касается, например, лечения больных гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью. Если мы встречаемся с неэффективностью, то речь идет о необходимости увеличения дозы или смене на другого препарата, который имеет больше потенциального подавления кислот продукции. Что касается эрадикации, я, конечно, с вами абсолютно согласен, что по мере повышения ПАЖ увеличивается и время полураспада ключевых антибиотиков. Это касается и кларитромицина, и аммоксицелина. И более того, при этом уменьшается минимальная ингибирующая концентрация в отношении геликобактера. То есть вот эти два эффекта повышают эффективность эрадикации. И вот по материалам Европейского регистра мы с Аэром Стэмичем опубликовали статью в терапевтическом архиве. И вот мы видим, что в Казани пока еще тройная терапия работает, если назначаются хорошие ингибиторы протонной помпы. Но я думаю, что эта информация несколько устаревшая, поскольку у нас был ковид, широкое применение макролидов, конечно, эскалировало, к сожалению, резистентность геликобактера. Поэтому сейчас уже тройная терапия перестала быть актуальной. И речь идет о необходимости ее усиливать либо висмутом, либо метронедозолом. Это вот европейские рекомендации. Спасибо большое, Зарина Манероновна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова